коллеги всем доброго дня напишите пожалуйста как меня видно как слышно вебинар естественно у нас будет по плану сейчас произошла небольшая задержка потому что постоянно постоянно общаемся по системе лидогенерации лидокол и общались с новой страной с новым ряд стран так скажем поэтому никак невозможно было закончить и отменить потому что я могу сказать что более 10 процентов вообще от всего притока инвестиций за предыдущие месяцы это дает именно система лидогенерации лидогенерации лидокол и сегодня на ней насчет нее не буду останавливаться но сейчас вот готовится процесс по видео отзывам и вы узнаете о результатах по тех странах где работает эта система насколько это помогает либо не помогает и пожалуйста напишите еще раз как меня видите как слышите надеюсь что камера работает пока что к мирополису мы привыкаем меня зовут сходоев алексей я являюсь членом общего правления swc и первое что я хотел сказать буквально быстро пробежимся по основным моментам о которых нужно помнить для всех новичков которые будут присоединяться к нашему проекту наши социально-финансовые площадки будущему серьезному крупному венчурному фонду и весной мы планируем получать уже брокерскую лицензию и открытие этого брокерского направления то что доли которые предлагаются в виде продукта внутри swc доля технологии компания юницкой стрим technologies не продаются до сих пор некоторые говорят что доли продаются и обещают какую-то прибыль мифическую порой этого нельзя делать потому что это очень сильно вредит репутации как swc так и опосредованно естественно юницкой стрим technologies и второе о чем я хотел упомянуть и сказать в начале кстати готовьте сегодня будет один из самых любимых видов вебинаров то есть это мой собственный ресерч ну что у нас есть пауза так скажем между теми новостями которые готовят для нас пиар маркетинг медиа отдела юницкой стрим technologies и я вам покажу тренды и насколько в актуальном направлении сейчас мы движемся и в комментариях когда я постоянно просматриваю комментарии swc некоторые люди писали что вот началось обучение в 1 и соответственно это обучение чуть ли не самой группы компании и чуть ли не от в прошлом skyway technologies компании сейчас юниска стрим technologies нет дорогие друзья фонд rsv не является официальным каким-то прямо вот тем источником догмой корневой компании и вообще вот сейчас мы будем отказываться постепенно таких понятий как корневая компания какая группа компаний сейчас отдел по public relations юниска стрим technologies готовит методичку где будут указаны все понятия основные фонд rsv это такой же фонд как swc и он не является официальным прямо вот источником новостей от головной компании от самой технологии как было раньше да раньше так было действительно мы видели новости видео из экотехнопарка мы видели из шаржи именно которые в первую очередь появились на rs и и сейчас я могу сказать что официальный источник самый главный официальный источник откуда идут новости о технологии о деятельности униска стрим technologies это только сайты юст и разви соответственно развивает свою деятельность по обучению партнеров некоторые акции у нас естественно совпадают чтобы никого не обижать и чтобы не создавать какие-то конкурентные преимущества но методы развития способы развития у нас могут отличаться и 1 в это не то официальная группа компании skyway technologies companies в прошлом да возможно на сайтах еще что-то сейчас осталось 1 что это официальный источник но все это будет почищено и подкорректировано напишите пожалуйста кто понял эту информацию потому что это важно и не стоит воспринимать что если началось обучение чуть ли это не обучение от юст обязательно необходимо обратить внимание нужно обратить внимание только если вы развиваете 1 коллеги напишите пожалуйста от 1 до 10 и буквально быстро мы пройдемся по компаниям по компании и самый основной которую мы финансируем это бренд юст было создано ре брендирование и это логика перехода как я всегда говорил от стадии стартапа до стадии рабочего прототипа и сейчас уже подготовка на коммерциализацию непосредственно выход на рынок и вот многие спрашивают насчет например айпио и я могу сказать что вообще в принципе сейчас дорогие друзья сейчас распространена такая терминология как спак то есть это аналог айпио но более быстрый в чем он заключается многие компании не могут выходить на айпио боятся риски после пандемии либо как-то допустим пандемия затронула развитие продукта и они делают размещение чисто ну то есть спак делает размещение чисто на выкуп доли этой компании то есть это ранним инвесторам вообще не выгодно от слова совсем и естественно вот эта вот тенденция она набирает обороты но мне лично очень не хотелось бы чтобы даже и близко были озвучены такие термины потому что мы с вами инвестируем именно в качестве совладельцев не для того чтобы кто-то что-то выкупил а для того чтобы самостоятельно развить финансирование продукта и скапитализировать наши активы без какого-то размытия и самое интересное самое главное что топ-менеджмент руководство юст это прекрасно понимает напишите поставьте плюс если в следующем вебинаре вы хотите более обширно понять что такое терминология спак насколько сейчас даже логика айпио меняется я обязательно в следующем вебинаре это поведаю кому не интересно поставьте пожалуйста минус и я хотел бы обязательно отметить еще желает до сих пор приобрести по каким-то причинам не приобрел самую такую важную автобиографичную книгу называется она просто инженер и вы видите анатолий юницкий здесь более мелкими буквами написано потому что первую очередь звание и достоинства антолий эдуардович это инженер это инженер с большой буквы это человек который действительно придумывает и сейчас готова в железе в металле в бетоне многие изобретения многие машины которые были придуманы еще 30 лет назад и мы с вами являемся совладельцами этого всего вот кстати тут был вопрос по поводу от жду на я люблю такие и ники и соответственно вопросы почему так сложно оплатить на сайте skyway.capital и я тут скажу что да сейчас возможно есть какие-то сложности с оплатой картами но виза и мастеркард сказали что в принципе в этом году они уже задумываются о частично проведении крипто платежей и я не буду останавливать сегодня на вебинаре об индустрии криптовалют которая очень бурно развивается сейчас и да будет коррекция но криптовалюта это уже неизбежность да будет регуляция да в каких-то моментах будет обязательно оплата налога все это естественно при развитии индустрии будет введено в строй но skyway капитал и swc я бы более точно сказал сайт skyway капитал называется бренд торговая марка swc мы идем в ногу со временем мы полностью перестроились если что-то вдруг нас смущает и начинает плохо работать мы перестраиваемся на самые современные методы оплаты поэтому если это будет криптовалюта мы будем платить криптовалют если это будут цифровые деньги государств мы будем подстраиваться и создавать самые прогрессивные финансовые решения для оплаты цифровыми деньгами и этим я хотел бы подчеркнуть что swc всегда всегда на движется в ногу со временем так сейчас я хотел бы перелистнуть слайд немножко еще путаюсь и буквально частично пробежаться потому что было мы не будем на этом останавливаться слишком сильно потому что это уже прошлое то есть и фоторепортаж и журналистов на national и видеорепортаж и новости на cnn и бизнес-тревелера продукте и компания юниска стринг technologies вы видите что в международных сми это совершенно уже абсолютно не новость я хотел бы максимально сейчас сосредоточиться на самой главной теме вебинара и остановиться пожалуй наверное немножко даже не о том что международные блогеры начинают активность и более 30 тысяч просмотров на linkedin было этого замечательного блогера и не на том что появляются появлялись статьи в январе interesting engineering и я помню это издание когда они еще оповещали о том что появились реальные уже испытания легкого пассажирского модуля юни байка и вы видите что в принципе это издание и до сих пор поддерживает usd и я думаю что не неспроста идет оповещение и time out это крупнейшая сеть изданий в шарже также представлено это издание также были статьи причем они я бы не сказал что повторяются то есть новости информация до примерно похожие ну что нас ожидают очень серьезные новости в арабских эмиратах я не буду говорить конкретику потому что это конфиденциальная информация но даже то что касается r&d центра то есть ресторшенд девелопмент центр научно-исследовательского центра в шарже на технологии юэстед даже вот непосредственно об этом центре будут очень громкие и интересные новости что это будет как это будет я не могу сейчас сказать и перейду к самому важному самому главному моего вебинара я люблю проводить аналитику и не скрывая что в принципе я умею анализировать инвестиционные тренды и соответственно угадывать определенные вещи когда что будет расти когда падать но угадывать это в переносном смысле на основе фундаментального анализа я не обладаю техническим анализом но хотел бы с вами поделиться теми вещами которые меня тревожить сейчас мировые госбонды с начала 21 года имеют наибольшие потери за крайние восемь лет то есть ранее подобного не было о чем это гласит это гласит о том что риск институциональных инвесторов на госбонд он увеличивается соответственно институциональные инвесторы ищут другие способы а куда войти чтобы даже не только сохранить а приумножить свои средства и естественно они выбирают сейчас поэтому растет криптовалюта но я повторюсь не нужно стрим глав сейчас ожидать что да может биткоин вырасти до 100 тысяч а может и не вырасти и те кто сейчас войдут ну допустим парочка новостей я вам могу сказать что сейчас очень серьезное разбирательство по одному из стебл коинов одному из основных которым наполнены все биржи и разбирательство идут сек и если вдруг по этому поводу будут разбирательство не в пользу этого стебл коин мгновенно может произойти коррекция поэтому многие компании как apple как microsoft говорят что они сейчас пока не собирается приобретать bitcoin но почему-то эти компании например apple они задумываются об индустрии электромобилей а что такое технология в которую мы с вами инвестируем первую очередь стоит понимать что это электромобиль на стальных колесах перемещающийся по стальному рельсу и здесь мы видим что в принципе сейчас одним из выходов институциональные инвесторы а это как раз те инвесторы которые формируют круговорот мировой экономики и в любых странах оказывается влияние подобных вещей они входят как раз таки так называемый то есть это товарные рынки что такое товарные рынки товарные рынки это соответственно на недвижимость это драг металла это платина это реальные какие-либо активы предприятия заводы и так далее это бриллиант это золото и многое многое другое и вы видите какая сейчас доля доля в том куда инвестируют институциональные инвесторы но да понятно что сейчас триллионы они не смогут совокупности инвестировать в венчурный рынок но венчурные рынки сейчас заходят и как раз таки в логике спак вот этих вот сейчас быстрых аналогов айпио и как раз таки в логике присоединение даже вот есть тренд с социальной сети reddit когда молодые люди объединяются и толкает вверх и вниз рынок акций даже вот этому следует сейчас некоторые может быть не крупные инвесторы но объединение средних инвесторов и чуть больше чем средние инвесторы конечно же все задумываются все равно насчет венчурного рынка потому что комморитис и реальные секторы сырьевые рынки не даст такой прибыльности как потенциально выстреливший венчурный продукт а как раз таки вот наш продукт это один из тех продуктов сегодня покажу почему который действительно потенциально может выстрелить и сейчас самое интересное самое главное что никто о нем особо то и не задумывается и это как раз таки супер возможность сейчас входить в этот продукт но это я могу сравнить как входить bitcoin в 2008 а то и раньше годах когда все думали что этот не разовьется нет это пузырь и нет этой его этой технологии нет будущего у транспорта над землей мы с вами понимаем что есть будущее есть применение но сейчас вот все что происходит это достаточно шаткая рисковая ситуация для всей мировой экономики и вы видите что в принципе я могу сравнить с тем что можно да действительно сравнить с кто помнит ситуацию как была гиперинфляция в эймарской республике то есть это когда немецкая марка обесценивалась и так далее то есть что сейчас происходит включается просто бешеный печатный печатный станок и происходит массовая вакцинация мировая экономика она сейчас в дефиците она не обеспечена все это приведет к резкому ускорению экономики и обращению денег в системе и ускорение инфляционного давления сша что это значит для вообще рынков в целом это значит о том что условия резко меняются и будут серьезные экономические потрясения поэтому компании это понимают кстати вот напишите ну вообще вот по этим рассуждениям по этим диаграммам у вас появилось ощущение что действительно сейчас многие не замечают такую пред инфляционную пред рисковую ситуацию которая повлияет и на снг и на россию и на латинскую америку и на африку на все страны поэтому сейчас принципе многие начинают вдруг голосовать за криптовалюты потому что видят что их национальная валюта недостаточно стабильно и что происходит для того чтобы это наладить первое это вертолетные деньги то есть вы видите я вот специально привожу прямо вот скриншоты и источник скриншоты потому что это действительно происходит сейчас вот буквально по 11 февраля новость представьте себе что сейчас происходит вся капитализация криптовалют сейчас приблизилась полутора триллионам долларов и в сша надеются завершить мер стимуляции 1 и 9 триллиона долларов представляете насколько не обеспеченность мировой экономики может повыситься и это сейчас неизбежная мера потому что иначе все начнут очень сильно волноваться иначе может начаться полный хаос но вот эти вот движения печатного станка естественно их нужно обеспечивать и один из трендов которые сейчас мы видим в такой бурной мере своего развития это настоящий хайп по электро мобилям и я могу сказать что да это началось еще две тысячи даже восемнадцатом году но сейчас хайп вокруг данной отрасли он на сегодняшний день переоценен по одной причине инфраструктура то есть город города и страны они не готовы к полноценному обслуживанию электромобилей и сейчас поэтому он начинает отказываться стремительно вдруг от двигателей внутреннего сгорания полагая на то что это решение но это достаточно долгий процесс который требует очень много изменений в городской загородной инфраструктуре поэтому появляется логика линейных городов уже никого не удивляет потому что в саудовской аравии на прошлый вебинар кто не смотрел посмотрите на концепция города the line которую объявили громкой и это крупнейший линейный умный город который будет развиваться и чуть далее вам покажу еще и нашел информацию о линейном городе в штате невада и он будет уже на основе блокчейн создаваться и подобную инфраструктуру задачи инфраструктуры может пожалуй решить только совершенно иное транспортное решение и не стоит забывать про северные страны регионы про жаркий климат про агрессивные среды где электромобили пока выглядят но чуть менее привлекательно чем традиционные автомобили на которых мы ездим с двигателем внутреннего сгорания так коллеги напишите пожалуйста вот марина написала что видит только картинки алексея не не видит и не слышит все хорошо если все хорошо поставьте пожалуйста плюсики отреагируйте как то потому что в мирополисе в новом честно говоря еще есть путаница но хотя бы ресурсы сейчас хорошо быстро загружается и оценка индустрии определенными экспертами на начало двадцать первого года это снижение с теслой в лидера и постепенное сдувание этого пузыря то есть вначале он будет надуваться и сейчас я вам покажу как он надувается вы видите что сбербанк купил работавшую над ее мобильным компанией это не значит что сбербанк что-то там надувает это значит что он молодец и как высокотехнологичная компания двигается в трендах которые установила мировая действительность а я повторюсь что этот тренд появился для того чтобы нужно обеспечивать мировую экономику современные айти платформы эти гиганты microsoft amazon не справляются для того чтобы обеспечить рынок вакцин рынок биотеха и других сомнительных сфер также не обеспечивает поэтому ищут решение в том числе ищут решение новых способов перемещения грузов и товаров для того чтобы раскрутить мировую логистику например компания joby aviation объявила о том что будет оснащать свой электрический самолет с вертикальным взлетом и посадкой но внимание как и hyperloop в 2024 году надеемся что самолеты поступят в коммерческую эксплуатацию если говорить про hyperloop на и олег зарецкий мне очень понравилась его фраза ну hyperloop но когда он будет и это действительно так то есть пока непонятно когда он будет он сказал своем интервью на радио в шарже обязательно посмотрите кто не смотрел и им нужно пройти сертификацию им нужно также пройти тернии изменения законодательства да это хорошая индустрия но мы не избавимся от инфраструктуры взлетно-посадочных полос мы не избавимся от инфраструктуры на все более нагружающихся аэропортов да пускай они будут компактные на да к примеру они будут совершенно другого вида и вот вы видите например от бен сэр мобилити то есть сша думали что в принципе это компания совершит прорыв ну некоторые инвесторы сша думают что эта компания совершит прорыв но с другой стороны здесь также нужно готовить совершенно новое законодательство для того что сейчас еще не создано то есть это совершенно новый тип сверх легких летательных аппаратов то есть в горе life jets это совершенно новая регуляция сертификация это также наземные инфраструктуры должны быть мультипарковочные места должны быть определенные вершины зданий предусмотрены для того чтобы этот летательный аппарат приземлялся если он будет перемещать пассажиров ну и в первую очередь это глобальная кармонизация то есть глобальное объединение в уникальных правилах этого в новом виде подобной малой и сверх малой авиации сейчас не то что нет до этого очень очень далеко и просто сравните да кто-то говорит что нужно сертифицировать грузовой транспорт контейнерные перевозки но если есть технология виде путевых структур которые достаточно похожи после по своему применению назначению как вантовые мосты и по сути отдельная путевая структура она может легко применяться и сертифицировать сертифицируются все материалы сертифицируются способы использования и соответственно если поместить на уже апробированную на уже одобренную путевую структуру подвижной состав который имеет все самые низшие риски для столкновения для каких-то нештатных ситуаций то как вы думаете какая технология будет быстрее применена и сертифицирована но я вспоминаю слова многих на самом деле инвесторов seo компании что на самом деле они не очень сильно и верят в рынок именно сверх легких летательных аппаратов аэр и такси и тому подобное потому что все боятся столкновений и как только произойдет столкнуть столкновение и один летательный аппарат падет естественно акции этой компании если она уже вышла на рынок стремительно начнут падать ну и вся индустрия будет поставлена под огромный вопрос и и здесь я хотел бы вот так вот стремительно показать вам то что происходит в логике электромобиле раньше допустим два три года назад да была компания тесла но сейчас каждый бренд каждый гигант и не гигант задумывается на счет перехода на электромобиле шевроле болт обновился и получил кросс версию игуар и land rover полностью старается отказаться от автомобилей в течение ближайших десятка лет и 2025 году игуар останутся только электромобили то есть об этом можно было только задуматься несколько лет назад сейчас это уже абсолютно происходит и если перейти к другим уже сведениям которые я хотел бы показать то есть и убийцы тесла в китае то есть стал компактный электрокар он очень дешевый и азиаты его покупает тойота пообещала америке два электрокара и гибрид есть грузовые автомобили уже не фейк как была компания никола с на водородном топливе как раз технология компании usd может работать на любом типе движителя подвижные составы могут перемещаться как на водороде так и на электроэнергии так и на двигателях внутреннего сгорания это максимальная гибкость и подстраивание под нужды заказчика и подстраивание естественно моментальная как вот мимикрия как хамелеон в природе от изменяющиеся условия современного мира современных технологических веяний современной экономики не каждая компания имеет такую возможность потому что у многих ну вот как бы электромобили и все что изменить в электромобиле коэффициент аэродинамики да можно изменить и я могу сказать что вот серийный седан lucid air то есть это достаточно такой серьезный прорыв и коэффициент аэродинамического сопротивления там на минуточку 023 и этот коэффициент аэродинамического сопротивления в электромобилях который перемещается над землей он может быть значительно лучше я уж не говорю о перемещении 500 километров в час высокоскоростных подвижных составов типа как юни флэш там уже в десятки раз может быть лучший коэффициент аэродинамического сопротивления от этого коэффициента все складывается затраты топлива затраты энергии и вот эти вот все веяния они говорят о том что гиганты вот начинают буквально стремительно быстро перестраиваться сейчас пока не перестраиваться на блокчейн айот то есть мир интернет вещей чтобы везде были вшиты в дороге датчики и так далее но мое сравнение это примерно как представить к лошадиные повозки ну например навигатор да это будет вроде как уже высокотехнологичное такое изобретение и можно будет хотя бы видеть куда едешь на лошади но это не меняет индустрию в целом и вот я даже не буду останавливаться на новостях то есть вы видите что китайская компания представила новые три новых электромобиля audi представила электромобили 646 сил за и 3 3 секунды до сотни и многое многое другое ford строит первый малолитражный электрокар в кольне к 2030 году 80 процентов автомобилей porsche будут электрическими то есть вот просто напишите ваши мысли по поводу того есть ли развитие от этой индустрии в целом для мира либо ну это какая-то непонятная сейчас суета и я я лью воду это никак с нами не связано то есть алексей зачем ты рассказываешь про индустрию электромобилей напишите пожалуйста и я говорю это все не просто так то есть вот lucid air меня более удивил чем электромобиль от компании apple понятно что технологичные компании будут делать вот такой термин я вводил ранее как транспортные гаджеты транспортные андроиды но все это я могу сравнить примерно с этой индустрией вот вспомните все электромобили которые я показал и вспомните что было до изобретения smart message system sms как отправлялись сообщения как использовалась инфраструктура были ли дополнительные операторы которым нужно было позвонить которым нужно было наговорить это сообщение и человек да на пейджер он получает сообщение но на тот момент не было выхода поэтому ни один не два пейджера появились их появилась обилие такие были технологические тренды но сколько во временном отрезке длился этот тренд да какие-то компании заработали но существует ли они сейчас перестроились ли они посмотрим еще кнопочные телефоны тоже их резко стало очень много каждая эти компании которая занималась телекоммуникациями начала создавать телефоны но тем временем стив джобс команды гараже создавал первые прототипы еще даже не телефонов просто макбуки и потом визионеры только визионеры видят что действительно потенциально может быть применимо в мире и наша с вами удача я бы сказал такая очень серьезная прорицательность выбора венчурного проекта в которые мы инвестируем заключается в том что мы с вами увидели тренд тренд который показал инженер юницкий тренд который мы выбрали сами и соответственно мы видим то что какой сейчас информационный шум происходит вокруг этого тренда но это все еще это все еще стадии как в гараже у стива джобса но гаражи побольше это целый эрудит центры в шарже в минске в арабских эмиратах в республике беларусь отрасль побольше это целое создание новой транспортной индустрии новой транспортной инфраструктуры под решение любых задач любых проблем перемещения товаров и грузов это уже обилие адресных проектов которые отсеиваются отделом лидогенерации да есть такой отдел в компании юст но он действует в логике битуби и он направлен только на бизнес и это возможно та отрасль которая появится и стремительно начнет развиваться и компания пожелает перестроиться на эту индустрию когда произойдет коммерциализация и когда придет понимание что это максимально эффективная максимально безопасная максимально дешевая максимальная самое главное экологичная технология и почему я к этому всему подвожу давайте задумаемся а что несут себе электромобили и с какими трудностями проблемами сталкивается весь мир это естественно большее потребление литиевых батареи да сейчас есть твердые аккумуляторные батареи вы мне можете сказать да есть но потребление лития посмотрите как она увеличивается и для того чтобы разработать новые литиевые месторождения тоже нужна совершенно новая транспортная инфраструктура которая может прийти в горы где дешево безопасно эффективно можно организовать добычу и перевозить это до места переработки соответственно потом транспортировать на фабрике но вот именно индустрия электромобилей это мне кажется это это миг в транспортной индустрии который до сейчас настал да сейчас все его наблюдают да это решает частично проблемы но только частично потому что загруженность городов будет абсолютно та же за загрязнение тоже в принципе она решается отчасти потому что электрокаром требуется больше медной проводки чем двигателем внутри с внутренним сгоранием и очень много электричества электричество не раз не рождается ниоткуда еще не сумели изобретать электричество рождается также из частично вредного вредных процессов для экологии и мне вот очень нравится что сейчас развивается во время пандемии различные социальные сети тут тут я их не буду говорить конкретно но появляется мне мнение у меня что скорее всего общий контакт с сильными мира сего он будет найден на ток менеджментом и маркетингом и уницкая стрим технология я не говорю что потенциально может быть сотрудничать с майкрософт и так далее но билл гейтс говорит о том что последствия изменения климата будут намного хуже чем пандемии и вот насчет этого действительно стоит задуматься потому что вот эти последствия так быстро не исправить с помощью вакцинирования нашу планету к сожалению нельзя вакцинировать и вдруг излечить ее от экологических травм и шрамов и опухолей метастазов которые сейчас развиваются по всей планете и об этом нужно задумываться сейчас и создавать планировать вот эту глобальную вакцину от болезни и эта вакцина должна создаваться всеми странами это решение естественно это не вакцина физическая это решение которое сможет либо замедлить либо вообще нивелировать нарастающую экологическую проблему и самое интересное это технологии в которую кто-то возможно присоединиться после прослушивания этого вебинара она является только первой ступенью созданию того о чем сейчас говорит и билл гейтс и многие уже достаточно влиятельные люди этого мира о том что нужно задумываться об экологии о том что нужно полностью перестраивать инфраструктуру полностью перестраивать города потому что если мы чего-то не замечаем это не значит что этого нет и крайне то что я хотел сказать на этом вебинаре это то что меня действительно поразило то что уже планируется строительство целых умных городов возможно это будут линейные города в пустынях и это будут цветущие города с полностью инфраструктурой на блокчейн то есть все транзакции все оплаты за муниципальные службы и все взаимодействие гражданина с органами либо власти либо что-то иное внутри этого города будут создаваться за счет каких-то цифровых активов этого города и это действительно будущее вот это будущее но